Друзья, в понедельник у главного военного преступника был день рождения. Ему исполнилось то ли 72, то ли 74. Как сказала известная польская журналистка, не та дата, не то место рождения, а также не те родители. Мы будем обсуждать в том числе и тайные биографии Путина, и то, что за две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел с грузинским бизнесменом в Грузию, а может быть даже не с грузинским бизнесменом, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина, и самолет взорвался. Далее, Путин ввел в совбест человека, который отвечает за строительство бункеров и управление бункеров. Почему он это сделал? Готовится ли Путин к ядерной войне? Почему Путин принял решение стереть с лица земли свою огромную резиденцию особняк Бочаров ручей? Ну и подземные толчки в Иране, землетрясения или ядерные испытания. Ну и самое главное о том, что Ким Чен Ын планирует отправить свои войска воевать против Украины. Об этом сделал министр обороны Южной Кореи. Что это? Страшилка, предупреждение, провокация или начало Третьей мировой? Обо всем этом мы поговорим с известным журналистом Дмитрием Гордоном. Дмитрий, приветствую вас. Даша, добрый вечер. По поводу Артема Боровика сразу скажу. Он летел с бизнесменом Зиёй Бажаевым. Это Ингуш. И я думаю, что разбились они не потому, что хотел Боровик выяснить обстоятельства жизни Путина. Там как раз другие версии. И по Бажаеву есть вопросы, и по неготовности самолета. Это был то ли Як-40, то ли Як-42. То есть такой самолет не очень. Я просто делал большое интервью в свое время с отцом Артема Боровика, выдающимся советским журналистом Генрихом Боровиком, который, кстати, жив до сих пор. Ему уже под 100 лет, наверное. И мы затронули эту тему. Все это есть в Ютубе. Желающие могут посмотреть. Уважаемые аудитории, кстати, подпишитесь на Ютуб-канал Дмитрия Гордона, Олеся Бацман, на всех Ютуб-каналах. Подпишитесь на мой Ютуб-канал, да, счастливая. Дмитрий, я хотела бы начать действительно с того, что когда мы делали с Рославом Мужзагуловым стрим на моем канале в день рождения Путина, я сказала, что ему 72, и огромное количество аудиторий сказал мне Дарья, ему 74. И я бы хотела, поскольку я знаю, что вы с Александром Глебовичем Мюнзоровым эту тему затрагивали, как вы считаете, а действительно, сколько лет Путину, военному диктатору, действительно, ему 72 или 74? И считаете ли вы, что эти тайны его биографии, которые опубликовала известная польская журналистка, соответствуют действительности? А другой матери, других родителей, о том, что у него даже не фамилия Путин, а другая фамилия? Да, это журналистка, ее фамилия Курча Брэдлих. Я сделал с ней большое интервью в свое время, год назад, наверное, где она подробно об этом рассказывала. Что касается даты рождения Путина, поверьте мне, если раньше меня это еще хоть как-то интересовало, сегодня меня не интересует ни когда родилась эта гнида, ни где она родилась, ни кто ее родители. Не как он учился в школе, чтобы он сдох, сука. Вот о чем я только думаю. Подонок, принесший миру столько страданий, моей стране, людям моей страны, столько страданий принесший ни за что, ни про что, ища диада. Поэтому мысли только об одном, чтобы он скорее сдох, и тогда все проблемы решатся. Я уже не говорил о том, что это падаль присылает постоянно сюда ФСБшников в Украину с целью меня убить. Я уже об этом не говорю. Мразота. Вы его личный враг? Ну, конечно, личный враг. Ну, а как же, иначе он бы не отдал приказ Бортникову, и Бортников бы дальше не работал бы по мне. Конечно. Потому что он понимает уровень медиа империи, он понимает моей, он понимает многомиллионные просмотры и прочтения. Он понимает все это хорошо, потому что информационный фронт – это важнейший фронт. И мы видим, как преуспела на этом фронте Россия. Вы что думаете? Я думаю, с года, наверное, 12-го, то есть лет 12 уже, устами этих Соловьева, если можно назвать этот черный рот устами, Соловьева, Скобеева, Попова, Бабаяна, Симоньян, Дмитрия Киселева, то там их много. Устами этих негодяев разливалась ложа в Украине, об украинцах, о людях Украины. Селась вражда и ненависть, и они подготовили почву для нападения. И главное, для одобрения этого нападения подавляющим большинством граждан России. Это информационный фронт, это пропаганда, они достигли огромных успехов. Весь этот информационный спецназ, который дружно сядет на скамью подсудимых, кто-то живет, конечно. Но они, конечно, сделали большое дело. Слушайте, россияне представляются просто мне в массе своей, не все, конечно, в массе своей, просто загипнотизированные черти какие-то. Которые ты им говоришь, что дважды два четыре, они говорят, нет, дважды два восемь, вы что? Ты говоришь, ну как же, ну дважды два четыре, вот доказательства, вот подтверждения, вот все об этом знают. Они говорят, нет, у нас у русских особый путь, дважды два восемь. Это вы, тупые нацисты, не понимаете, что дважды два восемь и ошибочно считаете, что дважды два четыре. Дмитрий, вы сделали просто блестящее интервью с Пугачевым, другом, соседом Путина, и он вам раскрыл там такие тайны, которые я вообще, если честно, посмотрев это интервью, больше пяти часов, если я не ошибаюсь, я даже не знала, как он остался жив после того, что он вам сказал. Потому что он такие вещи рассказывал о садизме и огромных женщинах Путина, о том, что к нему их возили, о том, что он бил свою супругу. И он, по-моему, единственный дал вам интервью на нашем украинском медиапространстве, которое действительно произвело фурор. Что вас впечатлило в этих рассказах о Путине? Сергей Викторович Пугачев, который долгие годы был ближайшим другом Путина, потом был членом Совета Федерации, и потом разругался с Путиным, эмигрировал сначала в Великобританию, потом во Францию, потом еще кое-куда, не будем уточнять. Мы с ним долго, накануне интервью, мы долгими вечерами, иногда ночами разговаривали о жизни. И мы готовились долго к этому. Это было его первое, если память мне не изменяет, вообще появление в медиапространстве. Я полетел к нему во Францию. Мы встретились у меня в отеле в Ницце. В Ницце или в Каннах? Уже не помню. По-моему, в Каннах все-таки. Да, это были Канны. В Каннах. Мы встретились в Каннах, проговорили пять с лишним часов. Перед этим поужинали, потом проговорили. А потом еще я его провожал, уже было часа три ночи, наверное. А мы все стояли, не могли наговориться. Ну и потом было еще несколько интервью. Штук пять, наверное. У нас много интервью с Сергеем Викторовичем Пугачевым. Вы знаете, мало кто, я сейчас думаю, а кто же еще? Из тех, кто хорошо знает или знал Путина, доходил до подобного образа откровения. Ага, Борис Березовский. В двух интервью, которые он дал мне, соответственно, в 2007 и в 2012 году, незадолго до своей смерти, Борис Березовский очень много рассказывал о Путине того, что не знал никто. Ну и, конечно, Сергей Пугачев. Да, я общался с рядом людей, которые очень хорошо знают Путина, но они не говорят о нем, не рассказывают о нем того, что могут рассказать. Например, Михаил Касьянов, премьер-министр России, с 2000 по 2004 год при Путине, четыре года уже он так хорошо знает этого монстра, да еще целый ряд, конечно, людей. Но Пугачев дошел до такого уровня откровенности. Я вам скажу, это интервью посмотрело более 20 миллионов человек. Оно имело грандиозный успех, его смотрят до сих пор по-прежнему. Что вам запомнилось, о чём были шоки, когда вам рассказывали эту эксклюзивную информацию? Уважаемая Даша, у меня так устроены мозги, что я всегда живу будущими интервью, не зацикливаясь на тех, которые уже были. К тому же интервью у меня больше тысячи ста или больше тысячи двухсот. Среди них немало многочасовых интервью, 5-6 часов есть. И всё запомнить просто невозможно, даже если очень захотеть. Путин по какой-то причине, это было расследование проекта, принял решение снести свою резиденцию у Почаров-Ручей. Издание проекта вышло с этим огромным расследованием, где якобы каждый год, огромное количество раз, особенно в мае, на день рождения Алины Кабаевой, или же в октябре, на свой день рождения, Путин посещал эту резиденцию. Но когда дроны украинские стали атаковать российские города, объекты, в том числе Кремль, мы помним эти кадры, Путин почему-то снес эту резиденцию. И тут вопрос, как вы считаете, он настолько боится того, что ракета украинская, баллистическая или украинский дрон Полянеция ударит по этой резиденции, что он лично сам ее снес? О чем это свидетельство, как вы считаете? Даша, боитесь ли вы, что дрон или ракета ударит по вашему дому, скажите? Каждый из нас в Украине этого боится, безусловно. Правильно, правильно. Поэтому Путин не исключение. Когда, давайте сначала про Бачара в ручей, про Сочи поговорим, про его резиденцию. Это одно из любимейших, если не любимейшее место времяпровождения Путина, потому что мы знаем резиденцию Нового Огарева под Москвой, мы знаем Валдайская резиденция там, да, на Северо-Западе. И вот самое популярное, это Бачара в ручей. Он в Сочи, на моей памяти, жил не только летом, когда, знаете, как Горбачев приезжал в Форос с женой, да, в августе в отпуск. Нет. Он жил там и на Новый год, и весной, и летом, и зимой, и осенью. То есть эта резиденция очень хорошо и многократно использовалась. Там он принимал гостей зарубежных, там к нему прилетали губернаторы, министры, депутаты, все его визави прилетали туда специально для переговоров с ним, на отчет, на встречу, на свидание, как угодно. Туда ему самолетами возили бумажки, документы и так далее. То есть он-то, это был его дом фактически. Но когда до Краснодарского края, да что там до Краснодарского края, до Урала стали долетать уже дроны, сейчас сказал Урала, подумал, были дроны на Урале? Нет, на Урале еще не были. Волгоградская область. Слово еще, Дмитрий, подожди, еще не вечер. Да-да-да, еще не были. Волгоградская область туда, Мурманская область, то есть уже прилично долетали дроны. Естественно, очко рыпит. А знаете почему? Оно не железное. Естественно, угроза, она есть все равно. Оно как даст Запад разрешение своими ракетами, долгоиграющими, дальнобойными, бить по территории России. Я лично не верю, что украинским ракетам дадут возможность ударить по резиденции Путина. Я объясню почему. Во-первых, Запад категорически против, то есть есть неписанное правило, лидеров не трогать. Раз. Второе. Дело в том, что ничто так неохраняемо в России, как Путин и все связанное с ним, как город Москва и как Крымский мост. Это три сакральные русские вещи. Путин, Москва, Крымский мост. Вся остальная Россия дырявая, как решето. То есть что угодно может залететь, что угодно может куда угодно ударить. Но что касается этой священной жопы, что касается Крымского моста, который для них потерять, это все равно, что в священной жопе потерять трон. И что касается Москвы, чтобы не беспокоить уважаемых москвичей, потому что там могут начаться не те протесты. Не те, могут начаться протесты. Вот это самое главное. Поэтому на эти три объекта отвлечено все новое ПВО, которое есть. Это комплексы С-300, С-400. С-400 это аналогия, хотел сказать, патриотов. Аналогия патриотов. Поэтому это первое. Почему снесли дом? Думаю, что строить будут новый. Как все банально прозаично. А мы уже подумали, да, что Путин... А что, деньги есть? Чего бы не освоить?